Привет, я ищи! Ты посмотри, какой у нас замечательный фиолетовый закат. Ээээ, о чём это я? А, да, мы находимся с тобой в игре Satisfactory. И, как ты помнишь, мы остановились на том, что мы соединили с тобой несколько установок, ну, то есть машин. Вот это у нас плавильня, вот это у нас производственный цех, он делает прутья. Ну и, конечно, ко всему этому прибамбастили вот такие вот конвейеры. Но эти конвейеры, они ведут в никуда, и нам нужно построить с тобой хранилище, в котором, собственно, будут храниться все наши произведённые ресурсы. Или материалы, не важно. Но дело в том, что наш генератор, сжигатель биомассы, он правильно называется здесь, это не совсем генератор, это сжигатель. Он, как бы так сказать, очень много жрёт у нас ресурсов, вот. Но я полистал вот здесь вот у нас, что есть на нашем верстаке, и нашёл биомассу. Смотри, специальная биомасса из дерева, которая очень долго перерабатывается нашим сжигателем. Что же нам для этого нужно? Собственно, дерево, и всё. А, и также ещё по поводу хранилища, мы же хотели с тобой сделать, смотри, что. Построить вот такие вот стенки, вот. Вот такие стенки, и вот такой вот фундамент. И думали, что, в принципе, с этой ленты в эту нашу коробочку построенную, и будут падать наши материалы. Ну, нифига подобного. Ну, я залез вот сюда, ну, вначале я залез, конечно же, на лесенку, посмотрел, что тут у нас сверху. Обалдел от красоты, очень классное место. Ну, и потом, естественно, вернулся вот сюда, в наш улучшатель хаба. И нашёл здесь, смотри, чего? Контейнер для хранения. Содержит 24 ячейки для хранения большого количества предметов. Это то, что нам с тобой нужно. Тот самый контейнер, который мы хотели построить. Ну, а для этого нам нужно улучшить наш хаб. Что ж, предлагаю этим заняться. Но сперва давай мы намутим с тобой биомассу. Сканер нам, в принципе, не нужен, потому что деревья, они вот они. Эээ, всё равно сканернул, блин. Деревья, они вот они, но вопрос в другом. Как их срубить? Обычно, когда я подхожу к каким-нибудь железным рудам, меди, достаю на кнопочку Е свою отвертку-кирку и начинаю калашмарить. Вот, собственно, дерево. Но я не могу его срубить своей кирочкой. Моя отвертка не такая универсальна, как хотелось бы. То есть, я не всё ей могу сделать. Тогда, 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 давай зайдём в нашу мастерскую, посмотрим, нет ли у нас здесь каких-нибудь приспособ. Нет, только бурильщик и ксеношокер. Где же нам тогда найти бензопилу или пилу просто? Блинский, наступила глухая ночь. Надо фонарик включить. Фонарик где ты? Есть. Что ж, поскольку я не научился ещё пилить деревья. Давай посмотрим, может быть, это у нас произойдёт в скором будущем, например. Это что такое? Бурильщик уровня 1? Дополнительный слот в инвентаре. Всё ясно. А здесь у нас что? Ещё один слот, улучшенная броня, сжигатель биомассы, космический лифт. Вау, лифты, круто! Сканер объектов. Может, мы здесь не можем пилить деревья? В принципе, нам нужно пособирать где-то хворост. Какие-нибудь деревяшечки, веточки, я не знаю. Ну, давай пробежимся вот тут, неподалёку. Кстати, у меня есть где-нибудь энергия? Мне фонарик не высаживать, ничего. Вот смотри, вот такой вот кустик. Кустик, нифига не кустик. Вот листья могу собрать. А как же деревья? Да, вот это проблема. Как же мне быть с биомассой? Нашёл вот такие вот умершие стволы деревьев. Достал ксено-шокер. И... Моя надежда разбилась. Смотри, смотри, поваленное дерево. Листья соберём. Тоже соберём. Вот ветки вижу. Ветки не могу собирать. Да что ж такое-то? Какой облом? Ладно, давай хотя бы листву соберём. Как биомасса тоже сгодится. В принципе, чё бы и нет. Будем... Опачки. Бродил я такой, бродил. И на какую-то рухлите набродил. Опа! Это же космолёт разбившийся. Ещё один. Ёшки-матрёшки. Нормально он так в скалу-то влетел. Что это у нас? Это укреплённая железная пластина. Заберём, пригодится. Сейчас я достану свой разборчик. Не тот разборчик достал. Где он? Вот этот, да? Тоже не прокатит. Короче, разобрать я это всё дело не могу. На металл. А жалко, мне пригодились металлические пластины. Что у нас тут есть? Болты. Болты заберём, пластину заберём. Это что у нас? Ручка какая-то отвалившаяся. О! Нажмите Е, чтобы открыть посадочную капсулу. Ооо, какой здесь механизм сложный. Статус запасного выхода. Требуется ремонт. Капсула повреждена. Требуется одна штука следующего предмета. Блочно-модульный каркас. Чтобы это открыть, видимо, мне нужен блочно-модульный каркас. И вставить его нужно вот сюда. У меня, кстати, на базе где-то он есть. Вот он у нас, блочно-модульный каркас. Забираем. Ну всё, в принципе, мы его сюда поместили. Давай попробуем теперь открыть и посмотреть, что же там. Опа. Чё это такое? Жёсткий диск, на котором хранятся данные фиксит. Проанализируйте его в ММА, чтобы достать его содержимое. Вау. Ладно, заберём. Ну хорошо, эту капсулу мы очистили. Возвращаемся, короче, на базу. О, ягодки надо собрать. Мест нет. Печаль на печаль. Не позавтракаю. Скидываем весь биоматериал. Ну, я про наш листов с тобой. Вот сюда 79 штук. Потом мы с тобой достали сбора материалы. А именно железу. Сейчас мы его сюда переместим. Где у нас железо? Вот она, железная рута. Сюда кидаем. Всё, завод функционирует. Всё, отличная энергия есть. Осталось только хранилище поставить. И всё будет просто чудесно. Глядим, что нам нужно для улучшения хаба до уровня 5. Листы, прутья, цемент и кабель. Кабель сделать нам легко. Материал просто до кучи. Цемента нам нужно 20 штук. Но 14 у меня уже было. Прутья мы можем достать с тобой с конвейера. Нам не нужно заморачиваться с ними. Так, просто собираем в ладошечку всё. Отлично. Просто чума. Нужно 100 железных пластин. Это очень, я тебе могу сказать, геморно. Делать это всё дело вручную. Потому что нужно вначале железную руду переплавить в слитки. А потом это всё дело переплавить в пластины. Короче, давай попробуем воспользоваться нашим вот этим вот мини-заводиком. Значит, здесь у нас что, здесь у нас всё плохо, энергия закончилась. Чёрт подери. Подожди, надо опять биомассу где-нибудь набрать. Вот листва. А нет, это не листва. Прикинь, короче. Залазю в верстак. Смотрю на биомассу. А у меня здесь есть откуда-то дерево. Откуда я его достал? Вот это вопрос. Пойду-ка я ещё листьев пособираю. Походу дело всё в этом. Видимо, когда я срываю листву, вместе с ней срываются и веточки. Но, к сожалению, это не всегда происходит. Ветки не всегда сыпятся с листвой. Сколько здесь кустов? Собирай всё, просто всё вот так вот. Оп-оп-оп-оп. Отлично. Сколько у нас там дерева? Шесть штук. Как раз на одну биомассу нам хватит. Пойдём. Сейчас мы из всех деревяшек, которые у нас есть, сделаем биомассу. Нифига себе. 25 биомассы мы можем получить. Это мощно. Очень мощно. Хорошо. Биомассу мы сейчас закинем в наш сжигатель. Посмотрим, насколько всего этого добра нам хватит по времени. Офигеть. Шесть секунд надо умножить на 24. Ну, примерно, короче, 3 минуты-4 минуты нам хватит энергии с этой биомассы. И подожди, нам нужно вот сюда затолкать побольше железа. Вот, закидываем. Конструктор мы просим, чтобы он производил нам... Стой, стой, стой. Не надо, не надо вот это вот производить. Как это остановить? Господи. Ожидание включаем. Подожди, нам нужно сделать совсем другое. Вот. Железные листья я его прошу сделать. И, в принципе, все должно быть. Включаем. Все. Дело пошло. Железные пластины он будет нам сейчас делать. Это просто замечательно. Мне не нужно будет работать руками. Просто чудо техника. Вот они, пошли. Короче, стою и собираю все это добро. Итак, преобразуем наш хаб в хаб уровня 4. Я почему-то думал, что в 5. Закидываем все материалы. Ай-яй-яй, ты посмотри, нам нужно листьев-то 100. Проглядякал. Ладно, закидываем все материалы все равно сюда. Сейчас сделаем. Все, все материалы добавлены в хаб. Улучшаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ошеньки. Что произошло? У нас открылись новые строения и новые улучшения. Так, я что-то не въезжаю. Пойдем зайдем внутрь. Вроде бы внутри хаб остался таким же. Все то же самое. Что мы улучшили, непонятно. А, ты посмотри-ка. У нас еще один сжигатель появился биомассы. Здорово. Теперь у нас их два. Это значит, что у нас будет больше энергии. И в принципе, в принципе все. Визуально, да. Визуально хаб остался практически таким же. Посмотрим, что нам нужно для улучшения 5. Цемент, конечно же. Прутья. Но это подождет. Потому что нам сейчас нужно с тобой построить хранилище. Наконец-то этот день настал, когда у нас будет хранилище. Давай посмотрим, что нам нужно для хранилища. Хранилище. Вот он, контейнер для хранилища. Нужны пластины и прутья. Сейчас я быстренько вручную железные слитки сделаю. Преобразуя это все в прутья. И будет нам счастье с тобой. Мы можем теперь поставить контейнер для хранения. Вот так вот он выглядит. Давай мы его поставим где-нибудь. Вот этот. Где он зелененьким загорится, там и поставим, короче. А, не загорится он. Потому что недостаток пластин. Так же давай отсюда заберем пластины. Ну, сколько у нас там их? Пять штук. Маловато будет, надо больше. Ручная работа. Значит, все. Ресурсики мы с тобой собрали. Контейнер мы поставим. Ну, пускай он здесь вот и стоит, в принципе. Ему тут нормально. Или хотя давай развернем его так вот. Сделаем Г-образный конвейер. Я думаю, что для контейнера с хранилищем электричество не нужно. Потому что это просто контейнер. Зачем ему электричество, да? Да. Осталось подвезти только к нему конвейерную ленту. Что ж, приступим. Так. Давай конвейер. Ну вот, 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 вот. Цепляйся. Что-то он не хочет цепляться. Эээ, знаешь почему? Потому что он мне пишет, вы вступаете на чужую территорию. Но чья это территория? Это же моя. Вы что? Мозги они мне тут, понимаешь, делают эти контейнеры. Кажется, я просто расположил его неправильно. Слушай, я только сейчас это понял. Я подводил к выходу, а нам-то нужен вход. Вон, оранжевеньким горит. Ё-моё. Бывает, бывает. Потупливаю я немножечко. Что поделаешь? Значит, вот так вот ставим его. И пробуем все это дело повторить. Так. Ну да, я же тебе говорил. Вход с выходом перепутал. Не так поставил все это дело. Лампочка горит желтым. Это значит, что все ресурсы закончились. Надо бы сюда что-нибудь подкинуть. У нас как раз есть то железо. Закидываем сюда. И пускай это все дело производит нам пластины. Посмотрим, как оно будет закидывать это все в хранилище. Вот в этот контейнер. Кстати, о хранилище. Да, вот они у нас тут сколько здесь. Короче, 20 ячеек здесь должно быть. Пластины катятся. Катятся, катятся. И в хранилище попадают. Да? О-е-е. Наконец-то. Наконец-то у меня появился автоматизированный завод. Это вообще прекрасно. Теперь я могу пойти погулять. Занят своими делами. А-а-а. Ну да, ну да. У меня же есть бурильщики. В которых я должен собирать ресурсы. Рано я расслабился чего-то. Обожаю просто собирать листво. Вот так бежишь и просто щепки летят. Блин, он уже забился. Бур, ты чего? Чего так быстро добываешь-то, а? А-а-а. Знаешь чего? У нас там, по-моему, появились новые буры. Ага, вот бурильщик уровня 1. Думаю, что нам пора заменить наши портативные вот на такие вот. На стационарные. А-а-а. Все бы ничего, но у нас закончился известняк. Придется лезть на гору. Вот сюда вот, чтобы добыть немножечко известняка. Блин, ты посмотри, какой вид. Просто красота. Горы. Сопки. Огромные грибы. Ну где ты такой еще увидишь, а? Кстати, у меня фонарик включен. Надо бы его выключить уже как бы день. Батарейки просто так высаживаю. Вот, наконец-то мы добрались до известняка. Надо бы это все дело сломать. Ну что, бур. Настало время покинуть твое насиженное место. Значит, я собираю бурильщик портативный. 88 железной руды он добыл. И теперь вместо него мы ставим стационарный бур. Вот такой вот массивный. О-о-о, какой он огромный. Нифига себе, он даже не в мире. Ха! Он упирается в хаб. Надо его развернуть. Подожди. Значит, выход у нас будет слева. Вон, где зелененьким светится. Угу. Я думаю, что да, где-то так примерно. Хотя, не-не-не, подожди. Надо его развернуть в ту сторону. Потому что у нас там плавильня. Значит, строим его так. Вот он, какой здоровый. Ай, сюда еще электричество надо подвезти. Да что ж такое-то, а? Где мне столько электроэнергии взять? Капец. Значит, разместили мы все грамотно, смотри. Отсюда у нас конвейерная лента вот так пойдет. В нашу плавильню сюда. Конвейер где-то у нас. Вот так вот берем его. И тянем сюда. По идее, вот так вот должно это все быть. Но, но что-то не так. Че-то я не въезжаю. А, тут как бы только одна точка выхода есть. Входа нет. Зачем бурильщику вход? Короче, знаешь че? Мне кажется, что нам попросту не хватает ресурсов. Давай поставим конвейерную ленту здесь. Таким макаром. Теперь ее тащим. Да. Да-да-да, я был прав. Нам не хватает ресурсов. Забираем, значит, наши листы из хранилища. Посмотрим, сколько. О, 100 листиков. Нормал. И теперь нам должно хватить. Ну, вот ты посмотри. А он все. Не ваша территория, не ваша территория. Какая огромная транспортная лента. Осталось теперь только подвести сюда электричество. И все. Наш бур будет бурить. Как ты думаешь, получится у нас напрямую подрубить или нет? А, ты смотри, что пишет. К этой точке соединения нельзя подключить больше линий. Вот такие-то дела. Смотри-ка, напрямую можно. Без всяких электростолбов. Это же просто чудесно. Осталось только во второй сжигатель закинуть биомассы. Знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что ты можешь вот так вот сесть. Сесть малинку. Посмотреть на чудесные виды. О, кстати, у меня там бур все добыл. Надо будет спуститься забрать. Слушай, а че я заморачиваюсь с этими деревьями? Ты посмотри, сколько у меня листвы. Пятьсот листьев. В какие карманы это такие я их распихал? Значит, закидываем листву сюда. И все, поехал, давай. Электричество вырабатывается. Бур у нас работает, крутится. Вон, опускается. Смотри как. О, да. Просто сказка. А, сейчас поднимемся наверх. Опачки. А, блин, здесь никак не посмотреть вниз, что ли. Че за звук? Подожди, подожди, подожди. Что это происходит? А, он утопился вниз вообще окончательно тут. Вау. Круто. Вот это я понимаю, Бур. То, что доктор прописал. Ты посмотри, сколько руды у нас теперь по конвейеру идет. И весь прикол в том, что я могу руду вот так вот вынимать с конвейера. Когда мне это необходимо. Теперь это все поступает в нашу плавильню. Плавильня это все плавит. Получаем вот такие вот солидки. Солидки в конструктор. А конструктор нам делает пластины. И все это отправляется в наше хранилище. Ну, просто сказка. Мне теперь нужно повторить эту же цепочку и сделать другой цех. Это у меня цех по производству пластин. А мне также понадобится цех по производству прутив. Возможно, цемента. А что вообще конструктор может делать? Давай посмотрим. Так, конструктор может у нас производить. А, ну, в принципе, вот. Проволока, кабель, биомасса, мент, винты. Блин, знаешь, что я подумал? Надо вначале сделать такую же цепочку с биомассой. Чтобы у нас было бесконечное количество... Че-то я немножко разогнался насчет биомассы. Если руду собирает бур, то листья-то что будет собирать? Да, автоматизированный завод по биомассе мы не сможем сделать. Ладно, тогда будем делать по всему остальному. Что у нас тут на компе? На компе... О, какие-то картинки, какие-то лоси, коровы там, я не знаю. Я не хочу, не рубаю там в Майнкрафт какой-нибудь. Нет, только в косынку рубаю. Ну, все понятно. Сейчас мы, короче, пойдем вон туда, где у нас медная руда. Поставим вот такой же бур, дотянем туда электролинию. И пустим еще один конвейер. Забираем наш бурильщик портативный. Это у нас ящик, видимо, с рудой. Места-то у меня нет. Сейчас, подери. Давай бурильщик мы поставим вот здесь вот. Пусть он тут поваляется. Ресурс заберем. Устанавливаем наш бурильщик. Так, что-то ему не нравится, слушай. Не хватает, собственно, портативного этого бурильщика. Значит, тогда выкидываем вот эти вот цветные листья. Берем бурильщик. Вот так-то да. Просто сказка. Осталось только сделать долинющий конвейер и долинющую электролинию. Работа предстоит непочатый край. К этой точке соединения нельзя подключить больше линий. Плохо. Теперь я понимаю, зачем нужны столбы. Смотри, к этому столбу можно подключить четыре точки. Значит, нам нужно поставить вот здесь где-то столб. Вот так. Вот эту линию нам нужно по-любому отцепить. Вот. Кабель убираем. Теперь от сжигателя. Кабель идет к этому столбу. Все получилось. И подрубаем к нашему буру. А теперь посмотрим, какой длины мы сможем сделать кабель. Прям очень любопытно, хватит ли нам. О-о-о! Могу! А, нет, смотри, не могу. Провод слишком длинный. Ясно. Тогда, тогда, тогда давай попробуем посмотреть, насколько далеко мы сможем поставить столб. Может, мы его сюда? Провод слишком длинный. Вот. Вот здесь вот максимальная длина нашего провода. Шикарно. Подключаем к нашему буру. Все отлично. Бурчик запустился. Давай посмотрим, как он погружается. Просто самый увлекательный момент погружения бура. Все. Ушел на днище. Хе-хе. Ну что, настало время конвейера. Значит, тащим его отседово. Тут уже пишет транспортная лента слишком длинная. Значит, устанавливаем ее здесь. Вот такая вот ленточка получилась. И отсюда продолжаем везти ее. Хотя нет, стоп. Куда мы ее будем везти? Это же у нас медь. Нам нужно построить здесь новый цех. Новую цепочку. Также поставить плавильню, конструктор. Поэтому, поэтому... Давай поставим сюда плавильню. Вот она, плавильня. Благо, ресурсики все есть. Стоять она у нас будет вот тут, на краешке. Встала. Теперь грамотно подводим конвейер. Вот так. Все это в плавильню у нас заходит. Медный слиток устанавливаем. Ах да, электричество подвезти. Совсем про это забыл. Благо, у нас тут недалеко столбик есть. От этого столбика подводим сюда. Плавильня заработала. Ты глянь, какой конвейер длиннющий просто. Прям как змей какой-то ползущий. Ну что, а теперь нам нужно поставить конструктор. Конструктор у нас будет стоять здесь. Тоже на краю. Вот. Все встало. Надеюсь, это никогда не обвалится. И не упадет вон туда пропасть. Конечно, это в реальности было бы очень вероятно. Но мы находимся в игре, поэтому нам пофиг. Мы просто отбитые наголу конструкторы. Так. Есть конвейер. Найолента присесть. Мне бы можно было присесть. Так, ладно. Приседать мы здесь не умеем. А значит, из миди мы будем получать... Что? 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 Проволоку давай будем получать. Также нужно подвести электролинию. Там уже четыре. Что если мы оттуда подтянем? Есть. Вот это... Ой, вот это паутина. У меня тут просто... Просто капец. Знаешь, что я подумал? Вот этот кабель убрать. И потащить его вот отсюда. Вот таким вот макаром. Это должно быть все реализовано. Теперь, теперь нам нужно поставить здесь хранилище. Это что, я два контейнера могу друг на друга поставить, что ли? Обалдеть. И я это запомню. Я это учту. Ленточку конвейерную теперь сюда. Ну все. Просто сказка. Миницех с медиа у нас реализован. Пойдем посмотрим. Че, 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 че у нас все зависло тут? Походу у нас проблемы с электричеством. Пойдем-ка глянем. Да, электричества нет. Надо сюда что-нибудь закинуть. Например, вот деревяшку давай кинем. Че у нас по пластинам? Пластин у нас здесь... Ууу, сколько много. Значит, теперь мы попросим конструктор производить для нас прутья. Вот, молодец. Делай прутья. Так как нам нужно улучшить хаб до уровня 5. И все, что нас от этого отделяет, это цемента нам не хватает и прутья. Что ж, известняка у нас нет. Придется опять вскарабкиваться на эту сопку. Блин, че я делаю? Почему я долблю? Ааа, знаешь че? Ааа, блин, у меня ж нет портативного бура, чтобы здесь поставить стационарный бур. Значит, бежим в нашу мастерскую. Быстренько-быстренько делаем бурильщик. Один бурильщик. Для известняка. И ставим здесь, наконец-то, я больше не буду лазить на эту сопку. Ну, может быть, в крайнем случае, конечно же. Устанавливаем здесь стационарный бурильщик. Есть, наконец-то он у меня теперь тут появился. Я честно не представляю, как реализовать здесь конвейер. Это будет чертовски сложно. Скорее всего, нам нужно будет поставить здесь платформы. Вот такие вот. Где они у нас? Где, 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 где? Вот такие вот платформы. А может быть, кстати, слушай, нам помогут, знаешь че? Вот эти штуки. Транспортная стойка. По-любому она нас выручит. Но сперва нам нужно с электричеством придумать че-нибудь. Каким-то макаром нужно затащить сюда электричество. Ладно. Фиг с ним. Давай попробуем с конвейерами вначале все это дело реализовать. О-о-о-о-о-о. Так, зацепиться есть за что? Значит, здесь конвейер у нас кончается. Скорее всего, здесь нужно поставить стойку. Вот так вот ее поднимаем наверх. А, это максимальная высота получается, да? Хорошо. Попробуем тогда зацепить. Ой-ой-ой, не так. Не так, не так. Вот так мне надо. Есть. Все получилось. Мечты сбываются. Значит, и конвейер теперь идет, идет вот сюда. Нет, 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 нет. Не хватает у нас ресурсиков. Есть. Конвейер длиннющий есть. Нам бы теперь этот конвейер как-нибудь соединить с этим конвейером, что ли? Можно как-то какое-то разветвление замутить? Не, похоже, что нельзя. Ладно, пока с конвейером подождем. Фух, что-то, короче, я употел. Слушай, предлагаю остановиться на этом, чтобы сохранить интригу. И посмотреть, что же будет с нашим хабом на уровне 5. Если тебе нравится моя мини-ферма, хотя это уже не мини-ферма. Это уже огроменный цех по производству ресурсов. Короче, если тебе нравится мой цех, мои конвейеры, вот эти вот горщие русские, то из тебя лайкос, комментос и подписочка обязательно, если ты еще не подписан. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Адьюс, амиго. Увидимся в новом видосике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова